Добрый день, дорогие друзья! В эфире телешоу «Телеактивно». И мы ее ведущие, Елена Андреева и я, Ларина Сухуева. Наше шоу «Телеактивно» – это игра для общения. Здесь мы общаемся мимикой, вербально и рисуем. А все это вместе развивает наши коммуникативные навыки и умение работать в команде. А еще это очень веселая и азартная игра. Итак, мы рады представить вам наших участников. И сегодня это спортсмены, а в частности сноубордисты и горнолыжники. Ребята закрывают свой горнолыжный сезон. Я рада представить вам Андрея Слепцова, Аюра Нагуслаева и Даяну Ефремову. Молодые люди сегодня играют за сноубордистов. Ура! Здравствуйте, здравствуйте. Всем привет. Очень рады вас видеть. Как вы назвали свою команду? Сноубордисты. Все просто. Есть девиз какой-нибудь. Конечно. Сноубордисты. Активисты. Лыжники. Булыжники. Андрея Слепцова многие знают как обладателя самой роскошной улыбки среди блогеров Якутии. И большинство его ассоциируют исключительно со спортом. В летнее время молодой человек катается на вейкборде. Это катание на доске по водной глади. А в зимний период он полностью поглощен сноубордингом. Андрей прекрасно управляется и горными лыжами. Правда, несколько лет назад он получил тяжелейшую травму во время выполнения трюков. С тех пор больше предпочитает сноуборд и ведет себя на горе более осторожно. А Юр Нагуслаев на сноуборд встал в 2014 году. Тогда он работал официантом и все вырученные деньги тратил на свое увлечение. Сначала купил себе ботинки, потом крепления, а после в его жизни появился и борт. Помимо катания на доске, А Юр умело манипулирует на коньках и проводит спортивные или околоспортивные мероприятия. А еще А Юр лепит бузы. И о тонкостях их приготовления он может говорить часами, ведь на каждом этапе есть свой секрет и нюансы. Начиная с теста, фарша и заканчивая 33 защипами во время лепки. В тонкой и изящной Даяне Ефремовой не сразу можно угадать крутую сноубордистку и инструктора по сноубордингу. На доску Даяна встала 8 лет назад, насмотревшись в кино на красивых ребят в ярких одеждах, грациозно управляющих своим телом на тонкой доске по снегу. Позже девушка выяснила, что такие же ребята существуют и в нашем городе, которые моментально заразили ее вирусом сноубординга. Теперь Даяна не представляет свою жизнь без этого экстремального увлечения. А летом девушка немного успокаивается, коротает время в горах со скалолазами, рисует, занимается графическим дизайном. Также прошу любить и жаловать Ольгу Семенову, Фелисию Семенову и Наталью Крудецкой. А девушки катаются на горных лыжах. Здравствуйте, очень рады видеть нас в студии. Назовите название команды. И девиз. И билет. Движение жизни. Ольга Семенова, врач-травматолог и врач по спортивной медицине, уверяет, что горные лыжи намного травматичнее сноуборда, хотя научиться кататься на первых, по ее словам, намного проще. И начинающим лыжникам при выборе лыж Ольга подсказывает обратить внимание на их длину. Они должны быть короче вашего роста на 15 сантиметров, то есть примерно должны доходить до подбородка. А для начала следует выбирать лыжи средней жесткости и кататься на подготовленных трассах. Сама же Ольга катается на горных лыжах вот уже 6 лет, но сначала в ее жизни появился сноуборд. Поэтому к противостоянию между лыжниками и сноубордистами она относится крайне спокойно. Дочь Ольги Фелисия Семенова познакомилась с зимними видами спорта в 5 лет. И сегодня, как и подобает ребенку сноубордистке и лыжнице, катается и на том, и на другом. Но в последнее время больше предпочитает лыжи. Анима спорта Фелисия, как и многие девочки ее возраста, а Фелисии всего 12 лет, любит рисовать, рукодельничать и увлечена кулинарией. Наталья Прудецкая, заведующая учебно-тренинговым центром службы скорой помощи. Она учит медиков спасать жизни. Поэтому знает все о показании первой помощи при травмах разной тяжести, полученных во время катания на сноуборде или горных лыжах. Но это ее не остановило совсем недавно встать на лыжи. А еще она увлечена велосипедным спортом. Правда, в настоящее время у девушки на хобби остается не так много времени. Все себя она отдает воспитанию двойне, а в редкие свободные минуты печет торты. Итак, прежде чем приступить к нашей основной игре, мы должны определить, какая команда сноубордиста либо горнолыжники стартует первыми. У нас всегда стартует команда красных. И сейчас будут вопросы, заданные именно рандомно по таким школьным предметам, как история, математика, русский язык, биология, химия и даже история. И вам придется вспомнить все, что вы проходили в школе. Вопросы задают учителя из средней школы номер 29 города Якутска. И если так получится, что каждая команда заработает одинаковое количество очков, в этом случае капитаны команды должны будут кинуть наш кубик. И у кого старше будет цифра, тот, собственно, и начинает игру первым. Ну, поскольку мы первыми обозначили команду сноубордистов, вопрос из школьной программы звучит для вас. Внимание на экран. Кто управляет государством Великобритании? Королева или премьер-министр? Королева. Это точно ваш ответ? Окончательный? Нет. Хорошо. Ответ принимается? Давайте сверимся, так ли это. Вопрос задает учитель английского языка из 29-й школы. Узнаем правильный ответ. Королевством Великобритании управляет премьер-министр. Говорил я. Как? Второй вопрос из школьной программы теперь звучит для горнолыжников. Внимание на экран, девушки. Во время словарного диктанта учитель продиктовала слово «переносица». Отличница Надя задумалась и привела варианты написания этого слова. Укажите ответы, Надя. А можно мы ответим? «Переносица» и «переносица». «Перено-си-т-с-а». «Перено-си-т-с-а». И второй еще есть. «Перено-си-т-с-а». Сколько вариантов? Два. Два варианта. Да. Ответ ваш принят. Давайте сверимся, правильно это или нет. Надя ответила. «Переносица» имя существительное и «переносица» глагол в третьем лице. Правильно. Правильно. Яна тоже спасила, что вопрос-то легче был. Второй вопрос для сноубарбистов. Внимание на экран. Это дух, дух. Что не имеет длины, глубины, ширины, высоты, а можно измерить? Время, мне кажется, хорошее. Давайте узнаем, так леет или нет. Вопрос задавал учитель математики. Это время и температура. Время. Молодцы. Один балл у вас есть. Еще один вопрос из школьной программы для горнолыжниц. Внимание на экран. Какая из четырех фундаментальных сил самая слабая? Из четырех самая слабая? Самая слабая, да. С фундаментальных сил каких-то. Каких-то вот именно. Каких-то вот 20. Так, Наташа, Оля, Елисея, есть варианты? Мы физику не проходим. Так, помогает Наташа с Олей. Я бы физика. Вода, огонь, воздух, земля. Ну, воздух, Оля, мы с вами можем выбрать, что-то получается. Так, ответ принят. Воздух. Давайте узнаем. Учителя, физика, так ли это? Самая слабая из фундаментальных сил – это гравитация. А, ну, почти что. Воздух. Ну, и последний вопрос для сноубордистов и школьной программы. Какое событие произошло на Руси в 988 году? Это сколько тысяч? Давайте начнем с этого, да? Ну, ваш вариант. Любой. Давай я ей расскажу что-нибудь. Что я вам? Кстати, у меня тебя поднимают. Родился Иисус Христос. Не знаю. А он сказал в России, да? В России. В Руси. А, на Руси. На Руси. Петр Первый привез картошку. Нет, это было по-другому. Это в Руси. Давайте уточним все. Учителя истории. Так ли это? В 988 году произошло Крещение Руси. Ребята, этот цифр не забыл. Крещение Руси. Вопросы были ответы. Ни о чем не говорит вообще. Я не знаю. Так, ну и последний вопрос для горнолыжников. У ребят пока по одному очку. Девочки, внимание на экран. Девочки, внимание на экран. Залежи каменного угля образовали растения папоротники. Папоротники это самые древние растения на Земле. Итак, получается, что у нас горнолыжницы и сноубордисты заработали в этой викторине по школьной программе по одному очку. Равное количество очков. Как я говорила раньше, если так получится, в этом случае капитаны команды вынуждены будут кинуть кубик. У кого цифра будет старше, тот и начинает игру в первом. Сноубордисты, кто у вас капитан, кидайте кубик. Куда кидайте сюда? В центр поля. Откуда? Можно отсюда. Давайте, ребят, крути. Я в нарды хорошо играл. Размерчики не идти. Девочки. Девочки. Давай, давай. Девочки. Еще раз. Еще раз. Давай, нормально. Девочки. Хитрые. Девочки. Три. Хотя бы так. Не один. Уже лучше. Не надо было смеяться. Так, мы решили, что сноубордисты у нас становятся командой красных. Присаживайтесь на диванчик. Ваши фишки тоже красного цвета. Девочки присаживаются на синий диванчик. Вы команда синих. И фишка синего цвета ваша. Команда красных начинает игру первой. А правила игры таковы. Все участники разбиваются на две команды. Команда красных начинает игру первой и бросает кубик. Игрокам нужно будет объяснить своей команде слова или фразу с карточки. При этом нужно уложиться в 45 секунд. За каждое правильно указанное слово или фразу команда приближается к финишу и победе. Каждый из членов команды в строгой очередности демонстрирует слово или фразу тем способом, который изображен на клетке игрового поля, где потенциально может находиться фишка. Но передвигаться можно только в том случае, если команда угадала слово или фразу. А вот если игроки не поняли расплывчатое объяснение товарища, фишка будет стоять на месте. Выигрывает та команда, которая первой дойдет до финиша. А теперь смотрим на саму карточку. Если нарисован говорящий человечек, значит нужно объяснить слово или фразу. В этом случае нельзя использовать однокоренные слова. Если нарисованы кисти карандаш, значит нужно немного побыть художником, чтобы попытаться изобразить слово или фразу на доске. Если на карточке вы видите маску, вам придется стать мимом и с помощью жестов и актерского мастерства объяснить членам своей команды нужное слово или фразу. Все поняли правила игры. Мы начинаем. Кстати, следует отметить, что если кубик покажет цифру 6, в этом случае свой вопрос буду задавать самые младшие эксперты нашей игры, воспитанники детского сада Цветик-Семицветик. Еще я хотела бы отметить, эта же участь ждет вас и в конце нашей игры. Если так получится, что шагов у вас осталось меньше, чем показала цифра на кубике, в этом случае вам нужно будет выполнить два задания. Во-первых, это пантомима, как финальная клетка на поле, и опять же вопрос от младших экспертов нашей игры. Справиться нужно обязательно с двумя заданиями. В этом случае тогда вы определите исход этой игры и становитесь победительнее. Ну, начинаем игру. Команда красных стартует первой. Капитан команды Андрей, кидайте кубик. Еще раз. Еще раз. И таким образом мы определим, сколько шагов вы можете потенциально сделать. Ребята, нам что надо, давайте подумаем. Давайте еще и загадываем. Сейчас, за шесть. Три. Так, потенциально ваша фишка может стать на желтую. Смотрим на желтый фон, маска. Ребятам своим не показываем задания, показываем только мне. Вам нужно это изобразить, без слов и звуков. Изи. Изи. В центр поля. И по команде нашего таймера начинаем игру. Время. Саяц. Кролик. Шапка. Уши. Шапка. С ушами. Ушанка. Шапка-ушанка. Шапка. Нет. Кролик. Кролик. Саяц. Девушка. Ага. Девушка с ушами. Девушка в шапке. Девушка в шапке. Девушка в шапке. Ушанке. Девушка в ушанке. Девушка в шапке зайца. Девушка заяц. Девушка. 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 Надевает шапку. Девушка в кепке. Девушка в головном уборе. Девушка в бейсболке. Девушка в шляпе. Голубор. Девушка в головном уборе. Девушка. Девушка в головном уборе. Все, время, время, Андрей. Можете сесть или... Озвучите правильно, Андрей. Какой? Женская шляпа. Шляпка. Дорогие друзья, я хочу вас предупредить, что слово, фразу, словосочетание нужно точно сказать. С предлогами, с суффиксами. Не просто шляпа, а шляпка. Ваш черед. Кто? Ну, два. Так, подходите тоже, Оля, к нам. Выбирайте любую карточку. Смотрим на розовый фон и человечек, который что-то говорит. Я вам покажу. Можете использовать синонимы, антонимы. Антонимы, да. Время. Бабушка, только наоборот. Дедушка. Молодая. Девушаруха и... Ой, девушка. Женщина. У него растет... Борода. Какая она? Длинная, белая, седая. Ага. Седая борода. Вот сначала первая. Седая бабушка. Длинная седая бабушка. Бабушка и есть кто? С кем она живет? Седой бабушка. Дедушка с бородой. Дедушка с седой бородой. Типа так, только по-другому немножко еще. Седой девушка. Человек пожилой, мужчина. Как его говорят еще? Ну, в народе, по-простому. Старик. Время. Старик с бородой. Ну, вы не успели. Седой. Ну, да, почти. Правильный ответ был каким? Старик с седой бородой. Старик с седой бородой. Одну секунду не успела. Мы сказали об этом, когда уже... Время кончилось. Время. Команда красит. Е-е-е. Команда красит. Давай, брат. А Юр кинай. А Юр, газу, брат. Газу я. Так будет. О, я. Рисовать вам надо. Время. А, пошло. Сколько слов? Ага, два слова. Понял. Давай дальше, дальше, дальше. Первое слово, давай. Первое слово. Вода. Вода, река. Река. Ручей. Озеро. Волна. Дорога это? Океан. Ручей. Океан? Море. Океан. А, море. Морская волна. Это берег. 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 Морской берег. Второе слово, давай второе слово. Берег. Берег. Горный. Горы. Горный берег. Песчаный берег. Коралл. Риф. Восемь секунд. Что? Давайте. Брат. Горы. Горы. Морской, морской, это, да, горный, горный берег. А Юр, какой был ответ? Скалистый берег. Это вылезка. Почти, почти. Я же говорил. Нет, а Юр очень замечательно нарисовал. Да, да, да. Немножко, я даже думала, как бы с вашей темой связано. Вы молодец. Наташа. Хоть один. Читер. Задание тоже. Вам надо будет нарисовать. Смотрим. Время. Один, два. Так. И вот так. Пролагать. Говорить не надо. Река. Водопад. 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 Быстрый. Высокий. Большой. Горный водопад. Красавица. Смотрит на водопад. Винок я... Какой? Время. Время. Ответ? Ниагарский водопад. Какой? Ниагарский водопад. Да, но Наташа очень хорошо. Она дала понять. Смотрят с другой стороны. Ниагарский водопад. Там не было. Сноубордисты? Опа. Давай, Эндрю. Вы хорошо играете в нарды, товарищи. Что сомнение сказали? Теперь все игру. Раз. Четыре. Раз, два, три, четыре. Рисовать. Рисовать. Опять рисовать. Время. Красавица. Прилагает. Не существует. Ага. Треть. 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 Замочный. А, теннис. Теннис. Теннисная ракетка. На что ли он теннис? Теннисный. Ага. Теннисный. Мяч. Корт. Игрок. Теннисный матч. Игра. Теннисный матч. Теннисный раунд. Теннисный. Ээээ. Ну что? Поединок. Эээ. Соревнования. Теннисный. Эээ. Что? Пять секунд. Теннисный. Турнир. Да. 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 Успеем. Да. Успеем. Успеем. Теннисный. Турнир. Да. 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 Молодцы. Уууу. Ну и торжественно двигайте свою фишку. Вы сделали четыре хода вперед. Все. Да. Да. Два. Три. Четыре. Раз. Супер. Ууу. Молодцы. Секунья. Теперь команда финансов. Гордонлыжницы. Пожалуйста, побольше. Давай еще. Побольше. О! Четыре. Ура. Так же рисование? Нет. Нет. Раз, два, три, четыре. Говорить. Говорить. Сегодня горнолыжникам везет на говорение. Время. Лошади. Конский спорт. Да. Не конский. Чуть получше скажи. Конный спорт. Да. Конный. Молодцы. Молодцы. Да. И торжественно двигай фишку. Раз. Два. Три. Четыре. Нет. 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 Супер. Здорово. Ну давайте. Сноуборд. Алимаш, вперед. Я не знаю. Я знаю. Шесть выбиваю. Супер. Шесть наш. Шесть. Оля, как успела лошади сказать. Пять. Раз, два, три, четыре. Опять рисовать. Бабардистам все не везет на рисование. У нас сегодня урок рисования буквально. Урок рисования буквально. Урок рисования. Время. Айю. Да, брат. Сколько слов? Сколько слов? Два слова. Первое прилагательное, что существительное? Человек. Человек. Покажи прилагательное или существительное. Книга. 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 Читает книгу. Чтение книги. Читатель. Ты мне первое слово скажи. Это прилагательное или существительное, брат? Глагол. Слово забыл. Говорить не надо. Может, покажем? Существительное. Второе слово прилагательное. Понял. Человек. Читающий. Читающий. Человек. Нет. Читатель. Чтет. Первое слово объясни. Три, два, один, рост, ноль. Время. Маленький. Маленький человек. Ответ. Какой ответ? Мальчик читает. Мальчик читает. Второе слово не прилагательное. А глагол. А как глагол показывать? Две, две шеточки. Так, Оля, давайте. А Филисия кидает. Кубик. Давай. Побожки. Четыре. Раз, два, три, четыре. Ого! Это музыкальный видео вопрос. Кот в мешке. Вам задает музыкальный вопрос артист Якутской государственной. Вопрос музыкальный. Отвечают они. И ваша дверь? Жизель. Автор? Автору тоже надо. Ну хорошо, пусть будет Жизель. Давайте сверимся. Ответ нам даст певица. Это произведение Франции Шуберта Ава Мария. Ава Мария. Это диктант. Бордисты, вы бы ответили на этот вопрос. А, по-любому бы. Я знал. Так, Андрей, торопится. И еще хорошо играет нардой. Ну, вам задается музыкальный видео вопрос. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Клетка, остались сюда. Наговорить. Но задается музыкальный вопрос от самых младших экспертов нашей программы. А, точно. Внимание на экран. Субтитры создавал DimaTorzok Какие варианты? Там повторяется постоянно эту мелодию. А вот кого нет? Вот, кажется, похоже она. Уитник Юстон. Я думаю, это Аделю вообще. Ну, не знаю. И ваш вариант окончательный. Уитник Юстон все подходит. Аделю или Уитник Юстон? Твой мышц. Она после три раза повторила одну эту же мелодию. Мне кажется, что-то позже было чуть-чуть. Все-таки Уитник Юстон, да? А Адель какая? Напой? Напой. Напойте, Адель. И ваш вариант ответов? Ну, я думаю, этот Уитник Юстон может. Уитник Юстон, да? Я помню, какой-то мальчик еще в интернете пел эту песню. Ага. Ну, давайте узнаем, воспитанница детского сада, Цветик Семицветик, какую же песню она поет. Чекурушка. Какая забавная. Какая забавная. Кто это был, Лена? Чай забавная. У нас такие драматичные варианты. Да, да. Бритни Спирс. Бритни Спирс, да? Бритни Спирс. Бритни Спирс, да. Да, очень сложно. Сложно. Вы бы угадали бы? Нет. Спасибо. Я бы тоже не могла. Я бы там много вариантов было. Ну, ваша фишка стоит на месте. Команда горнолыжниц продолжает игру. Может быть, вам тоже сейчас попадется музыкальный вопрос от наших наших экспертов. Один. Так. Рисовать. Рисовать. О, хочу рисовать. Ура. Время. А, началось. Рубашка? Футболка. Платье? Халат. Халат. Пальто. Да. Пальто. Скажи сюда двигатель. А? Свою фишку. Наша синяя же, да? Синяя. Двигатель. Красная вода. Это Пантамей Майор. Я же показывать должен. Вы должны. Да. Время, Аюр. Время скоро. Два слова. Первое, что? Существительное, предлагательное. Открывать. Существительное. Открыл. Открыть. Открыл. Эй, подожди. Книга. Бумага. Журнал. Журнал. Газета. Газета. Первое. Второе слово. Газета, второе слово. Первое слово. Это существительное первое слово или глагол? Круг, солнце. Дневная газета? Вечерняя газета. Вечерняя газета. Вечерняя газета. Молодцы. Молодцы. Он мне классно показал. Он так показал. Красный шаг вперед. Вы молодцы. Команда. Так, это у нас раз, два, три, четыре. Рисовать. Время. Ильися, рисуйте. Там одно слово? Это бабенька? А, коляска? Рисуй, рисуй, рисуй. Коляска? Так. Ну, все, быстрее, быстрее. Угадывай, верно, лыжники. Стопа? 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 Нога? Почему там четыре ноги? Нога, стопа, след? Мазоли. Я не могу. Мазоли. Что ты сказала? Мазоли, мозоли. Тереть мозоли. Мазолистая нога. Пять-четыре. Ой, нет, время. Все, время. Что? Какой ответ? Свежие мозоли. Свежие. Свежие мозоли. Не, ну... Ребенок, а запеда. Даже слово «мазоли» угадать. Это действительно супер. Сноубордисты? Чей черед? А я накидаю. О, Боже мой. Я же очень ревалю. Два. Опять песня. Вам везет, да. Музыкальное видео «Вопрос» от артистов Якутской государственной филармонии. Вам нужно будет угадать название и автор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мотив знакомый. Как будто это русалки под водой поют. В Гарри Поттере. Но пела она на русском языке. Это на русском языке? Да. О, ничего себе. Кстати, да, возможно, и есть песня «Русалок» из Гарри Поттера только на русском языке. Ваш вариант такой, да? Ваш ответ? Да, у меня вообще нет варианта. Тимати, да? Ну, давайте узнаем у солистки Якутской государственной филармонии. Каков же ответ? Как называется песня? Кто автор? Это романс Сергея Васильевича Рахманина. Здесь хорошо. Говорил. Так, фишка остается на месте. Девушки продолжают игру. Наташа кидает кубик. Раз, два, три, четыре, пять. Рисовать. Время. Телевизор. Радио. 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 Вещает радио. Слушает. Слушает радио. Слушает. Утром. Утром. Утреннее радио, вечернее радио. Слушает. Слушает или радио? Слушает радио. Радио слушает. Ухо. Нет. Ухо. Радуется. Слушает радио. Слушает радио. Слушает радио. Да, да, да. Молодцы. Раджи, с какой стороны у вас синяя? Начинайте отсюда, вот к зеленой стремитесь. Вот к зеленой, да, и змейкой. Раз, два, три, четыре, пять. Сноубордист. Шесть надо. Опять песни будем слушать. А, пять, пять надо, пять. Два. Да ты же обварил. Опять рисовать, что ли? Нет, песни, слушайте песню. Есть варианты. Сноубордист. Это пианино. Это пианино. В общем, раньше приложение такое было, где, получается, на клавище играешь, показываешь, нажимаешь по времени. И одна из этих песен там тоже была включена. Сноубордист. А, точно, мы не знали. Как-то я знал. Девушки, давайте продолжаем игру. Давай, побольше святую руку. Три. Шесть. О, четыре. Раз, два, три, четыре. Рисовать. Время. Сколько слов? Склон. Склон сразу. Глаз. Рыба. 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 Осетр. Самолет. Самолет. Осетр. Осетр. Самолет летит. Полет. А, над морем. Самолет пролетает. Картинка. Подождите. А там писать же нельзя, по-моему. Писать нельзя. Быстрее, быстрее. Пять секунд. Что это? Падет на место. Время. Время. Кто там? Загорает. Человек? Человек? Что он не вы? Он не сейчас отдыхает. Загорает. Загорает. Что? Отдыхает. И какое слово? Ответ. Курортный роман. Курортный роман. О, джа. До романа мы еще даже больше. Мы еще больше. А почему? Нужно быть дважды. Это романка, да? Бомбардисты, давайте. Не отставайте. Мы можем кроусь на русовую. А все. Ну, там один. Давай. А, ну, ты же. Хотя бы двоих нарисовываешься. Традитория была романка. Пять. Пять. Раз, два, три, четыре. Говорить. Время. Два слова. Первое слово. Это прилагательное, которое не бодрствует. Не бодрствует. Это уставший? Нет, он уже. Да, но прилагательное. И второе слово. Животное с длинной шеей. Жира. Ага. Первое слово. Сонный жира? А? Сонный жира. Нет. Пятный жира. Молодцы, двигайте фишку. А как жира спят? Стоять. Два, три, четыре. Девушки, сноубордисты нас догнали, перегнали. Надо исправить эту ситуацию. Так все же наравнивает. Возможно, вы держите победу. Пошли. Сейчас вам поют самые младшие эксперты нашей программы. Я напоминаю, что детки, им 4-6 лет, они не говорят на английском языке, но в их наушниках звучит песня на английском языке. Вам нужно угадать, что за песня. Слушаем. Стоять. Девушки, сноубордисты. Девушки, сноубордисты. Девушки, сноубордисты. панда молодец это же корейский thunder я не помню мы же пели ее она тоже пела панда 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 она пела так в садике давайте сверимся так это или нет будем считать что вы угадали эту мелодию так это или нет панда 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 ну девушки таким образом вы уже определили исход этой игры почему потому что ваша фишка уже на финише ура торжественно все вместе двигаем фишку раз два два три четыре пять и собственно шесть победитель сегодняшней игры становится команда «Сини» ууууу девушки присаживайтесь с то что и мы также хотели бы вручить наш приз от теле шоу ''Теле активно' Активно. Сертификат на всю команду. А покушать нашего спонсора мы даем в лес. Огромное спасибо вам за участие. Друзья, скажите, пожалуйста, что было самое сложное и самое трудное в этой игре для вас? Легкое. Отгадывайте. Филармонию. Филармонию. Песни. Да. А легкое? Легкое. А у вас там все легкое было? Да. Ну, рисовать вам понравилось. Девушки, что было для вас легким? И что наоборот было сложно? Рисование легким. Рисование легким. Вот это вот легкое было. Ну, музыкальное. Филармония сложная, конечно. Потому что музыкальное образование, но это слух одно. Песни вам повезло? Да. Ну, это банды, это вообще топ. Здорово. Ну что ж, огромное спасибо вам за участие в нашей игре, дорогие друзья. Мы хотим напомнить, если вы хотите тоже принять участие в нашем шоу-шоу Телеактивно, присылайте свои заявки на наш электронный адрес. Телеактивно собачка mail.ru. А также мы напоминаем, что Телеактивно – это веселая, азартная игра, в которой вы развиваете коммуникативные навыки при помощи жестов, мимики, обогащаете свой словарный запас, а также демонстрируете свое умение рисовать. Если вы веселые, азартные, учитесь в школе или уже работаете, собирайте свою команду и мигом бегите к нам в студию, у нас весело и интересно. До новых встреч! Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова